Общий культурологический миф, в котором мы с вами взросли, он все-таки был специфический. Он говорил о том, что женщина не принимает решения, она все время ждет, как какой-то волшебный принц придет, спасет, сделает и так далее. Что женщина может рассчитывать на такую бесконечную, бескорыстную любовь со стороны мужчины, который будет всю жизнь о ней заботиться и так далее. Точно так же родители часто поощряют в девочках такие качества, которые в последующем, когда девушка уже вырастает и становится взрослым человеком, ей очень сложно, потому что в аналогичных ситуациях она могла рассчитывать на поддержку, на защиту и так далее, но когда она оказывается в суровом мире нашей жизни и реальности, этого не получается. И вот отсюда растет базово, растет чувство неуверенности, с которым большинство женщин, к сожалению, идут по жизни. Я не могу сказать, чтобы мужчины не страдали от этой неуверенности. Я хочу сказать, что женщины страдают без вины виноватые, потому что эту неуверенность им прививают. И вот кроме таких мифов, есть еще куча экзаменов, которые девушка, девочка и женщина сдают на протяжении жизни. Насколько они хорошенькие, насколько они умненькие, насколько они талантливые, насколько они одаренные, насколько они хорошо воспитанные, и насколько они правильные, и насколько и так далее. То есть в этом смысле, если от мальчика требуются, в общем, два с половиной правила, старший всегда прав, если старший не прав, читай пункт первый, то девочка сдает массу экзаменов. Она постоянно должна быть красавицей, умницей и так далее. А что это такое эти экзамены? Это набор интроицированных, в конечном счете, требований к самим себе. То есть в конечном счете это набор вот таких внутренних установок требований к чему-то соответствовать. И на самом деле это не требования, собственно, женщин как таковых к самим себе. Это вот требование культуры, которое живет в женщине, и она ощущает себя в состоянии постоянной оценки со стороны других людей. И как только ты становишься оцениваемым, и как только ты начинаешь зависеть от мнения того, кто тебя оценивает, мнение других людей неконтролируемо, то есть вы не можете им управлять, вы сразу находитесь в ущербной позиции. Как только кто-то должен вас оценить, хороший ли вы хозяйка, хорошо ли вы готовите, хорошо ли вы убираете, хорошо ли вы воспитываете детей, хорошая ли вы мать, хорошая ли вы жена, хорошая ли вы там и так далее, и так далее, и так далее. Хорошие, красивые, умные и прочее, и прочее, вы сразу оказываетесь в уязвимой позиции. И вот главная проблема вот этой неуверенности, которую женщина принуждена нести по жизни связана с, значит, вот с этим внутренним цензором, впитанным за время множества экзаменов, которые женщина проходила, начиная с детского возраста и дальше. Вот. И в моей практике было психотерапевтической чрезвычайно много таких случаев близких, что называется, к трагическим. То есть это такая дисморфофобия, то есть такая нелюбовь к собственной внешности, что женщина все время накладывалась мощный макияж перед выходом из квартиры и не могла выйти со своим обычным лицом, потому что ей казалось, что все видят и все оценивают ее как некрасивую, что, в общем, совершенно не соответствовало действительности. Но вот такой комплекс сформировали в ней родители, а потом первые неудавшиеся такие любовные отношения. Вот. Это может быть проявляться и вот такими тяжелыми пищевыми расстройствами, которые, я уверен, вы название знаете. Булемия, анорексия. Значит, что это такое? Это, опять же, отчаянная нелюбовь к себе и к собственному телу. Женщина не принимает своих форм, считает себя в случае анорексии, ну и более-менее тоже, избыточно полной. Вот. И в случае анорексии фактически отказывается от еды. И многие девушки, к сожалению, погибают, потому что им не удается оказать полноценную психологическую помощь, чтобы вывести из этого состояния. Вот. У меня было очень много пациенток с анорексией. И, к счастью, у меня все, что называется, вылечивались. Но это очень большая проблема и очень сложная. И то же самое. Там, как правило, пусковым фактором это были оценочные суждения или отца, или любимого человека, который сказал, да ты толстая, хватит жрать, ты жрешь, как свинья и прочее, прочее. И вот такие формулировки оценочные, да, которые происходят с женщиной, западают ей в голову и после этого приводят к этим расстройствам. Ну, булимия – это, условно, по механизму та же анорексия. Другое дело, что просто проявление другое – это приступы жоры с избавлением от принятия только что пищи насильственной. Вот. Поэтому я, когда говорю о том, что я говорю, я очень серьезные вещи имею в виду. И я понимаю, насколько это серьезная штука. Вот. И то, что я сейчас хочу вот по второй части рассказать, оно, на мой взгляд, такая важная, важный инсайд. Я хочу, чтобы все участники нашего, участницы нашего сегодняшнего эфира задумались. Вот. Вторая часть, она связана, безусловно, с вот, что мы можем сделать вот в этом состоянии, что девушки, женщины могут сделать с этим, с этой несправедливостью, с одной стороны, с другой стороны, с этими психологическими проблемами. Значит, здесь ответ лежит в плоскости, прежде всего, опять же, внешних обстоятельств, как бы это парадоксально не прозвучало. Дело в том, что, значит, все то, о чем я вам рассказывал, некая такая стигма неполноценности женщины, которая накладывается на нее, значит, вот юношеской жизнью, детской еще жизнью, потом последующими, зачастую неудачными романами. Вот. Она вся, так сказать, не существовала бы, вот, если бы женщина и девушка, значит, не осознавая этого, да, не подкидывала, не подливала бы масла в огонь. Значит, а каким образом поведение женщин приводит к тому, что мужчины и даже многие другие женщины вот так ее стигматизируют, да, усиливают в ней чувство неуверенности в себе, вот этого какой-то собственной неполноценности, да, вот этого синдрома гадкого утенка и так далее. За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что женщина эмоционально реагирует на вот такие стрессовые для нее ситуации. То есть всякий раз, когда она оказывается в ситуации, что ее могут оценить, да, вот, ее оценить могут, что называется, и в приложении знакомств, но ее могут оценить и на работе другие сотрудники, да, в институтах, как бы девушек выделяют эти красивые, значит, эти умные там и так далее, и, значит, эти и другие неполноценные, потому что как будто бы не может быть и то, и другое. Вот. Значит, и вот эти оскорбительные, оскорбительные вещи, часто просто болезненные вещи, может быть, они не столько оскорбительные, то, что чтобы оскорбиться, надо внутренне быть с этим несогласным. Вот. К сожалению, многие женщины согласны с тем, как бы с приписываемым им неполноценностью. Вот. И, конечно, такая история крайне драматичная, вот, потому что эмоционально реагируя на подобные унижения, оскорбления там и так далее, или просто негативные оценки, вот. Ну, эмоционально можно реагировать, да, можно обидеться, это скрытая форма агрессии, можно броситься в драку, потому что ты оскорблен. Но более часто, как я уже сказал, да, это сниженное настроение, это подавленность, это ощущение вот какой-то своей собственной никчемности суицидов сейчас как раз у молодых девушек, да, то есть они дают пик на суицидальной кривой. Вот. Почему? Потому что вот ощущают эту свою неполноценность, невостребованность в мире, вот, то, что находится постоянно, да, и что такое суицидальность – это депрессивные симптомы. То есть, условно говоря, вот эта внутренняя тревога, внутреннее беспокойство, вот, сниженное настроение, подавленность и так далее являются естественной, абсолютно реакцией женщины на такое давление со стороны культуры и носителей этой культуры, каких-то мужчин, вот, часто женщин, которые бывают к женщинам еще более несправедливы, чем мужчины. Вот. Да, значит, когда хищник видит слабость жертвы, вот, то есть, когда агрессор видит, что жертва сдается, вот, или нападает так, что это как бы только раздухаряет его, вот, то, соответственно, насильник и, значит, вот, агрессор, вот, он только получает от этого дополнительное вдохновение. Вот. Поэтому, когда мужчина, например, унижает женщину, и женщина, так сказать, демонстрирует эмоции, характерные для человека, который испытал унижение, если, как бы, кто-то женщину заставляет, как бы, что-то сделать, что ей сложно по каким-то причинам, и она демонстрирует чувство тревоги, то агрессор реагирует на это чувство тревоги, усиливая чувство тревоги, смыкая это в порочные круги и так далее. То есть, к чему я веду? Эмоциональные реакции, которые мы испытываем, и которые испытывают, конечно, и женщины, они являются сигналами для окружающих. Если эти окружающие изначально настроены агрессивно и деструктивно, вот, то демонстрация слабости, да, демонстрация неуверенности, демонстрация какой-то эмоциональной зависимости и прочее, усиливает вот этот вот натиск со стороны, значит, этих агрессоров и подтверждает их видение, их восприятие женщины как слабого, неуверенного, ранимого там и так далее существа, да. И дальше получается, что женщина, демонстрируя признаки своего эмоционального состояния окружающим, вызывает в них агрессию. То есть, вот, условно говоря, это как с собаками. Если вы показали собаке, что вы ее боитесь, она на вас нападет 100%. Если собаке вы показываете, что вы не боитесь и чхали на ее, так сказать, хау-хау, то собака сама, так сказать, начинает задумываться, то ли здесь ли и так. Значит, таким образом мы с вами имеем, подводим итог, имеем набор как бы вещей, да. Значит, первое – это вот эти разные рациональные установки, созревшие в обществе, повлиявшие на женщину, повлиявшие на людей, с которыми она коммуницирует. Значит, дальше есть и ее эмоциональные состояния, которые сами по себе являются предметом беспокойства, да, для того, чтобы не было этих депрессий, суицидов, тревожностей, панических состояний там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И третье – нужно понимать, что все эти эмоциональные состояния имеют, как бы, имеют свойства сигнала. То есть они демонстрируют другим людям, как к вам надо относиться. И если вы уверенный, сильный, внешний, вы можете быть сильным, но внешне демонстрируют неуверенность. Значит, если вы внешний, уверенный, сильный, надежный, сложный, спокойный, рассудительный, здравый, самооценивающий, а неоцениваемый, вот, вы не создаете обстоятельств, при которых кто-то решится, так сказать, с вами вступить в дискуссию, вот, ну, по поводу вашей несостоятельности. Продолжение следует...